Уважаемые коллеги, добрый день. В нашей сегодняшней повестке задача поэтапного перехода России к модели устойчивого развития. И не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Вот я хочу это подчеркнуть. Мы говорим о развитии экономики страны, но с упором на решение экологических проблем. Вопрос исключительно важный для повышения эффективности прежде всего всей национальной экономики с одной стороны, и в то же время улучшения качества жизни наших людей с другой, для раскрытия потенциала наших регионов. Напомню, что наступающий 2017 год объявлен годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено и в недавно утверждённую стратегию научно-технологического развития России. Понятно, что работа предстоит долгосрочная, на 20, на 30 лет и более, но если не начинать масштабные мероприятия по этому направлению, то тогда мы будем вечно топтаться на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на решение текущих задач. Это не даст нам перейти и к решению задач стратегического характера. На потом откладывать уже невозможно. Я хочу подчеркнуть, гигантский, именно гигантский природно-ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости. Ещё в начале XX века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, когда людям придётся взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. И такое время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность. Это отражается и на самих людях. Как бы не хочется говорить, но не сказать вам об этом тоже нельзя. Каждый год в мире умирает только 7-8 миллионов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздухопомещений. Это такие очень тяжёлые, тревожные цифры. Это имеет прямое отношение к нашей стране. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учётом последствий для здоровья людей и до 15%. Обозначу самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения. Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Их сбросов в водоёмы и в почву. Прежде всего, за счёт технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших, так называемых, наилучших доступных технологий. Ряд крупных компаний уже реализует свои программы по охране окружающей среды. Но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание. Конечно, как я уже сказал в самом начале, это требует вложения средств. Но нужно понимать, что экологически чистые технологии – это не только приоритет. Это в конечном итоге приводит и к серьёзному экономическому выигрышу. Полагаю, что бизнес услышит меня. Требования о внедрении таких технологий не будут откладываться. И уже мы не можем на тормозах всё спускать. Но принято решение отложить некоторые мероприятия, я ещё об этом скажу. Но дальше уже переносить ничего не будем. Добавлю, что наилучшие доступные технологии – это мощный ресурс повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных компаний всей российской экономики. Обращаюсь также и к министерствам, к ведомствам, ответственным за выпуск нормативных актов по таким технологиям. Необходимо обеспечить их своевременную подготовку. И учесть, что предприятиям нужно, конечно, разумное время для внедрения технологий. А значит, нужно своевременно готовить и нормативную базу. Но, повторю, затягивать вопрос бесконечно тоже невозможно. Ситуация с вредными выбросами остаётся крайне неблагополучной. Половина городского населения живёт в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Вклад автотранспорта и личного, и общественного составляет здесь от 50 до 90%. Значительная часть поверхностных вод оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные. 7% жителей не обеспечены качественной питьевой водой. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела. А это значит, мы с вами прекрасно понимаем, что это значит. Это значит, что будущим поколениям мы оставим среду непригодную для жизни. Поэтому необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы. Важное направление – совершенствование системы экологической информации. Кстати, само это понятие пока не закреплено в законе. Данные о загрязнении окружающей среды фрагментарны и оседают в разных ведомствах. А так называемые сводные расчёты загрязнения воздуха проводятся в крупных городах всего лишь 12 регионов Российской Федерации. Всё это осложняет оценку состояния окружающей среды в целом по стране, не говоря уже о возможности долгосрочных прогнозов. Конечно, хотелось бы сегодня услышать, что нужно сделать, по вашему мнению, для исправления такой ситуации. Ещё одна важная задача – обезвреживание отходов производства и потребления. Их общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придётся и как придётся. И такие свалки занимают почти 48 тысяч гектар. Вы знаете, что законодательно уже введены жёсткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных отходов. Но вступление в силу этих норм мы тоже пока сдвигаем вправо. Хотел бы услышать, как идёт разработка необходимых документов и что уже сделано, и что граждане знают о этих нововведениях. Прошу также докладчиков особое внимание уделить вопросам обращения с отходами повышенной опасности. Далее. Это тема, которая постоянно звучит в выступлениях на эту тему. В послании об этом тоже говорилось. Это активная вовлечённость граждан, общественных организаций в различные социальные проекты, в том числе в решении экологических проблем. Уже говорил, не нужно прятаться от людей в своих кабинетах. Люди, безусловно, хотят знать и имеют право знать, и имеют право участвовать в экологических просветительских акциях, в конкретных делах по улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, парков, скверов. Я просто убеждён, доверие к инициативам граждан, диалог и партнёрство с общественными движениями – очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране. И прошу Сергея Борисовича Иванова, председателя Ургкомитета по проведению года экологии, взять под свой патронат экологические проекты с участием волонтёров, в том числе по линии Русского географического общества и других объединений. Уважаемые коллеги, я обозначил только некоторые, далеко не все вопросы, требующие нашего внимания. Полагаю, что они прозвучат в докладах и в выступлениях. Это решение проблем энергосбережения, сохранения лесов, почв, водного пространства, уникальных природных объектов, редких видов животных и растений. Необходимо также обеспечить реализацию программ сбережения и экологического оздоровления таких наших общенациональных объектов, как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае. И прошу выступающих сконцентрироваться на мерах и предложениях по улучшению ситуации, на мерах и предложениях, которые мы можем и должны в самое ближайшее время реализовать.